Инцидент произошел в выходные. Несколько жителей позвонили в студию нашего телеканала, чтобы сообщить о том, что по улице Энергетиков в районе новостроек кран повредил часть жилого дома. В понедельник ситуация не изменилась. Кран так и стоит, привалившись к стене нового дома. А тем временем работа на стройке продолжается в обычном режиме. Мы попытались выяснить у строителей, что произошло, но безрезультатно. Здравствуйте! Вы с телевидения с местного? Вы можете ситуацию пояснить? Мужчина! Чего? Что у вас в кран? Вы можете... Да ничего у нас в кран, все нормально. Видно, что в кранах? Ну у нас есть руководитель такой, к нему подойдите, ну чего он нас-то пытается? Согласно паспорту объекта, застройщиком многоэтажного жилого дома является организация КАМОстрой. Телефон руководителя также указан в документе. Мы решили связаться с директором организации, чтобы выяснить, из-за чего произошло ЧП. С кем? Директора нет. А кто-нибудь есть? Ну, главный инженер. Нет, никто еще не пришел в собес. А вы бы не могли пояснить ситуацию по поводу крана? Я не могу пояснить вам ситуацию. А когда будет директор? Девушка, вы такие вопросы задаете. Вы знаете, когда у вас директор бывает? Да. Я вот не знаю. К сожалению, как директора фирмы, так и других ответственных лиц, которые смогли бы пролить свет на произошедшее, на месте не оказалось. Сейчас этим делом занимается Ростехнадзор. По нашей информации, документы уже отправлены в УФУ на проведение всех необходимых процедур. В ближайшее время будут проведены работы по разборке крана. Ксения Зайцева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова